Будет ли лучше? Будет лучше. Вот, все. Молодцы. Так, да, значит, поэтому я не понимаю, зачем вы пришли. Но я вам расскажу, если это обещано было. Я должен рассказать. Значит, я всю дорогу занимался методологией. Первая моя монография, написанная в Махмонатам в 1995 году, была посвящена методологии. Методологии открытых и закрытых систем. Проблема в том, что когда мы имеем дело с каким-то научным знанием, оно обязательно выражено в языке. Любая языковая конструкция замкнута на саму себя и детерминирует внутренние игры. То, что Витгенштейн говорил, языковые игры. То есть, после того, как вы описали некого человека, например, в психоаналитической доктрине, уже после этого невозможно говорить про условные рефлексы, невозможно говорить про, я не знаю, про, что там у масла какая-то, самоактуализацию и так далее. Потому что это противоречит данному взгляду. Это не значит, что психоаналитическая концепция описывающая человека не верна. Но она описывает только какой-то фрагмент. Но когда вы находитесь внутри этой картины, вам кажется, что все предельно ясно, понятно и так и есть. И мы постоянно находимся в этой странной, очень опасной языковой игре. Вы можете взять и сказать, описать свои отношения с близкими людьми в каком-то нарративе. Создать, что у вас происходит, почему у вас происходит, иметь объяснение по этому поводу и так далее. И даже можете друг друга убить на этом основании. Супружеское насилие – самая серьезная часть смертей, чтобы вы были в курсе. Вот, да, значит, поэтому вы можете все это сделать. Но вы этим и пойдете, если к психотерапевту, то он объяснит, что вот это, например, я тут недавно объяснял, говорю. Он говорит, он говорит, мужчина говорит, я, говорит, ее люблю, что-то все меня подозревает, все меня, значит, тыркает, вот это все. Я думаю, у нее просто плохое настроение, может, не те дни я какой-нибудь залезу под угол, и, значит, чтобы ее меня никто не видел. А она в этот момент начинает просто вообще ходить ходуном, так сказать, просто кошмар и ужас. Знакомы мужчинам некоторым это, нет? Да? Ну, это типичное поведение женской, как бы сказать, натуры, которая хочет от мужчины получить какое-то внимание и участие. И вот если она его не получает, она думает, что это такое, и она, значит, ему делает вот там щипок, ну вот, типа, очнись, я тут, ну вот. А он-то думает, что она, он мешает, и он отползает, улавливаете. И дальше она его убивает. Это Конрад Лоренц описал этот механизм на циклидах, рыбки такие, и она реально убивает его, если он будет отползать. Самца. Вы думаете, я шучу все, нет? Я серьезно говорю. Да, значит, у этих есть такая объяснительная модель, у этих есть такая объяснительная модель, когда вы находитесь внутри какой-то объяснительной модели, вы видите только фрагмент реальности. Реальность же на самом деле значительно более сложная штука. Она имеет большое количество измерений, которые вы не всегда можете зафиксировать. Ну, я приведу простой пример. Сейчас я подумал, что я сказал, и мне стало неловко, но он достаточно простой. Мы с вами видим мир в трехмерном измерении. Так устроены наши мозги, да? Вот, но физики уже знают, что измерений значительно больше. Их реально больше, но мы не можем их представить. Мы видим только проекцию реальности на эти измерения, которые нам подвластны. Значит, и вот что я написал тогда в этой книге в девяносто пятом году? Да, что мы должны понимать, что мы всегда имеем дело с открытыми системами, и нам надо найти способ, каким бы мы могли описывать эти вот системы, в которых есть эти зоны неопределенности, есть эти места для дополнений, есть эта противоречивость, которая на самом деле не противоречива, потому что сексология Фрейда не противоречит Павлову, а Павлов не противоречит Маслову, и Роджерсу не противоречит. Они просто говорят про разные части системы. Они говорят про одну и ту же систему с разных точек зрения, и с разных точек зрения она выглядит иначе. Как вы выглядите по-разному в глазах человека, который вас любит, в глазах человека, который вас ненавидит, в глазах человека, которому на вас наплевать, и в глазах человека, который хочет, чтобы ты не стал добиться вашего внимания? Вы по-разному выглядите. Это всегда вы, и это всегда правильные версии. Ну, с этого ракурса. Лавлюйте. Вот, значит, что я вам рассказывал. Да, значит, и это была ключевая вообще, на мой взгляд, проблема, которая сейчас обозначилась драматично, потому что мы вошли в конструкцию, когда все учения дошли до своего финала. Если вы посмотрите дискуссию философии науки, такая есть дисциплина философии науки, в конце 2000-х годов, то все они занимались обсуждением одного единственного вопроса. Они говорили, сможем ли мы еще что-то открыть? Потому что и прямо были научные статьи, которые назывались «Конец науки». Были большое количество симпозиумов и прочих мероприятий, когда обсуждалось, что, а что мы еще можем? Ну, вот мы дошли до финала. Дальше что там, да? Построили коллайдер этот раз прекрасный, да? Вбухали много денег. Много экспериментов. Они что-то открыли там, думаете? Ну, они не открыли. Они конкретизировали какие-то моменты, да? Никакого радикального, другого, фундаментального изменения, как с появлением теории эволюции, как с пониманием природы ДНК, как с пониманием верительских всех оснований физики, квантовой механики и так далее. Никаких радикальных каких-то вещей нет. Ну, мы просто уточняем существующее, и было ощущение, что мы, собственно, куда-то подошли и уткнулись. И дальше возникает все, когда в тупике, дальше начинают все оглядываться и пытаются пожениться. Видимо, когда половой инстинкт... Это я шучу на сей раз. Но все дошли до тупика, у них стоп, и дальше они начинают... И давайте... И все начали заниматься вот этой синергетикой. Или как она называется? Акмеати... Вот дурацкие названия для вот... Возьмем все дисциплины, замешаем, и вынем из этого, значит, что-нибудь. Это мой любимый, как говорят, принцип дополнительности Бора говорит о том, что мужчина дополняет женщину. Ну, дополнительность. О чем эти говорят люди? Их лечить надо всех сразу, понимаете? Ну, вот. Но звучит-то красиво, понимаете? И все начали женихаться. Все начали, как бы сказать, искать параллельные области применения, приложения, того, о чем мы не сообразили. И мы сейчас находимся в этапе, когда знание о человеке, например, которого уже... Вы просто представьте себе его объем. Ну, я не... Можете представить? Нет? Я не могу. Даже близко. Но просто, если вы возьмете анатомию, например, если вы возьмете физиологию, нейрофизиологию, если вы возьмете всю гуманитарную науку, если вы возьмете поведение человека в разных ситуациях, экстремальной медицине, если вы найдете психиатрии, во всех школах, направлениях, там, и так далее. Или, что там еще? Генотипы, понимаете, фенотипы. Черт в ступе. Вы какая-то все начнете собирать. Что вы получите? Речь идет об одному субъекте. Да? Сейчас главная проблема в медицине никакая. Вы приходите к врачу. Врач, у него голова-то не резиновая. Понимаете? Знаний по каждой болезни столько, что ни в одну врачебную голову не поместится. И дальше врачи превращаются в специалистов по одной болезни. Раньше это было... Это назывался синдром третикурсника, по-моему. Это когда начинаешь перпедевтику читать, и после этого все заболевания у всех обнаруживаешь сразу. Все у тебя сразу становятся больны, как в джером-хватке джером, нашли у себя все, кроме радио-динной горячки. Да, вот. Да. И... Вот это вот такая... Одна крайность, а сейчас другая. Вы приходите к врачу, он видит только свою болезнь. А дальше он недумен, говорит, ну... Давайте я вам полечу это. Ну, вообще я... О, это конечно. Даже не знаю, что вам посоветовать. Да? Почему? Потому что объем знаний стал настолько большой, настолько существенный для нас, что мы не можем ни в одну голову его поместить. Все разваливается. Понимаете, какое дело? Дальше... Даже культура. Вы можете себе... Вот вы же живете в реальности, в которой существуют абсолютно параллельные миры. Ну, там есть люди, которые увлекаются хоббитами. Они даже одеваются так, домики строят и так далее. У них целый мир там. Они живут. А есть те, которые играют в какие-то компьютерные игры. Там бегают команды. Они зарабатывают какие-то безумные деньги. Или какие-то призы там. Потом они самоубиваются, если что-то пошло не так. Физически. А есть какие-нибудь вот синие киты. Вот это был большой скандал с этими синими китами. Им никто поверить не мог. Галина Мурсалиева тогда написала этот материал. Она моя хорошая другая. Написала материал, что вот есть вроде бы какие-то группы смерти. Там то, сябя, да, десятое. Отправили всем экспертам. Тебе сказали, что за муть. Эксперты сказали. Психиатры. Институтные. Главное. А я говорю, а почему нет? Ну, пришлось выступить. А мне ничего, терять нечего. Да, я ей сказал. Да, и они обнаружились, и все есть, и действительно. Но мы представить себе не можем. Моите, все начинает дико разваливаться. Потому что у нас нет никакого способа собрать это все. Увидеть это в некотором единстве. Что за мир, в котором мы живем? Что такое человек? И с какой бы стороны вы ни стали заходить, вы начинаете попадать в какие-то языковые игры, которые требуют от вас такой интерпретации, сякой интерпретации, таких выводов, сяких выводов. И дальше мы сидим с этими выводами в полном ощущении, что это значит. Вы вроде бы нашли какое-то знание, но оно не стыкуется ни с чем, что мы имеем десяток. И вот радикальная вещь, которая, мне кажется, очень важна для вот этого нашего изменения этой драматической ситуации. Она реально драматическая, потому что я сейчас пишу книжку, называется «Четвертая мировая война». Она про искусственный интеллект будет. Да. И он реально лучше нас соображает. Это уже факт медицинский. И будет еще лучше. И когда мы пытаемся понять, каким образом он пришел к этим выводам, и какие корреляции он обнаружил, нам эти корреляции... То есть мы не можем произвести обратную реконструкцию. То есть вот он пришел к такому-то выводу, используя такие-то данные, давайте попробуем понять, как он к этому пришел. Мы уже не можем. Он находит корреляции, которые нам совершили. Неочередны. Да, значит, и получается, что мы вот в разобранном состоянии, каждый со своим каким-то... И вот это сейчас, вот это что я больше всего все время я гернизирую все время, я говорю про мнение. А у меня такое мнение, мне говорят. Хорошо. И что? Ну, я так вот думаю. И что? Ну, думаю так, и все. Ну, то есть там у Ричард Низбит, он деликатно пишет, у него есть книжка такая, мозгоускорители. И он там приводит пример, как с студенткой профессор общается, говорит вот про законы аэродинамики, там то, сито, это десятое. И она говорит, ну, я не согласна, у меня другое мнение. А он говорит, а вы когда на самолете летаете, вы какими законами аэродинамики? Вы подчиняйтесь. Ну, нет, мне мнение стоит, понимаете? Мы находимся в конструкции, у всех появились свои мнения, все получили свои, как они будут думать, что они себе будут представлять, и мы вот такой хаос, эти муравьи, которые, у которых сошли, потеряли центр управления, муравейники. А у нас муравейники отравили их, и каждый, значит, в своем этом разносит эту все подягу. Вот. Так я к чему говорю? Ну, у нас хорошая новость. Внезапно обнаружилось. Внезапно хорошая новость обнаружилась в том, что у нас есть точка сборки, из которой мы можем начать собирать конструкцию не с периферией, когда мы берем некое проявление, но когда вы, например, изучаете социальное поведение, вы изучаете уже некое проявление работы психики. Когда вы изучаете экономическое поведение, вы изучаете проявление работы некоего агента, который тоже обладает какой-то, так сказать, психикой. Когда вы изучаете культуру, историю и даже науку, самую разную, вы все равно идете от проявлений. Почему? Потому что то, что у нас в башке, как хорошо сказали в одном советском фильме, голова темный, обследование не принадлежит. И мы всю дорогу жили с черным ящиком в голове. Он еще назывался черным ящиком скиллера, по поводу которого многие строили версии, но реально вообще никто никак не мог понять, как эта башка работает. Было много версий. Но если вы спросите у любого ученого, как возникает мысль, ну вот простая, там в книжке есть мысль, вот как она возникла, она же, что они скажут вам? Голова предмет темный, научным вот этому следу не подлежит. Непонятно. И мы вот всю дорогу так жили. И только сейчас, я вам должен сказать, что это первая волна, я полагаю, что мы переживем сейчас как минимум еще две волны, значит, первая волна связана с появлением вот этих методов исследований, основанных на функциональной магнитно-резанной стомографии, это и разные виды. Это, по сути дела, мы меряем химический состав в соответствующих зонах мозга в зависимости от ситуации, условно говоря, вот меньше становится кислорода, его пожирают клетки, его одна история, больше мы все это можем фиксировать и видим, как бы это проявление действий. Так можно другие химические вещества мерить и понимать, что, собственно говоря, происходит. Да, и мы вот создали эти методы, которые позволяют сейчас увидеть работающий мозг. Я думаю, как минимум, случится две революции еще. Одна будет гидрохимическая. Это когда мы поймем, как работают нейромедиаторы. Пока никто не понимает. Ну, все понимают частные вещи, но никто не может объяснить это на самом деле. Ну, то есть мы знаем, что есть... Мы не знаем, даже у нас такая есть идея, что вот серотонин, например, очень важен, иначе депрессия будет. Но на самом деле и дофамин тоже важен, иначе может быть депрессия. И норадреналин тоже бывает в таком состоянии, что если вы его не поправите, эту депрессию не вылечите. Вот, поэтому... Хотя есть серотониновая теория депрессии. Вот, то есть есть... И сейчас очень много исследований было проведено, которые приоткрывают вот тайну того, каким странным образом нейромедиаторы буквально мистическим образом влияют на функционирование сгустков нейронов, их функциональности. И вторая революционная вещь, которая, судя по всему, произойдет, это результаты вот этой коннектомики. Что сейчас делают, значит, наши замечательные коллеги в мире? Есть две программы, одна европейская, другая американская. Они производят расшифровку всех связей между нервными клетками в нашем головном мозге. Ну, то есть они начали с улитки, создали все нейроны, которые есть у улитки, и все связи нейронов, которые есть у улитки. Они получили первую эмуляцию улиточного разума. Но у улитки их там мало. Их там 200 с чем-то, что ли, или 2 тысячи, я боюсь напутать. У нас с вами 100 миллиардов, слегка посложнее конструкции, связей много. Сейчас очень активно этим занимаются. ДНК тоже, знаете, не сразу строилось. Но когда они расшифровали 5%, долго, 10 лет, там, мы этим карпели, миллиард долларов потратили, даже 3, а потом все остальное набер стали очень быстро, потому что технологии выработаны, способ найден, и, в общем, технологические решения есть, которые позволяют это сделать. И вот после того, как мы получим такой взгляд на мозг, совсем другой, вот сейчас у нас, как бы, мы видим его функционирование в зависимости от того, какие обменные процессы в нем протекают. Дальше мы увидим, как ему передается сигнал, потому что гетерохимическая теория нам на этот вопрос ответит. И дальше мы увидим, как взаимодействие всех элементов внутри, как бы сказать, этого нашего аппарата мозга, генерит мысль. То, что сейчас мы это гипотетически знаем. Но оно ответит. Вот. Это будет вот две еще эволюции предстоят, но уже одна случилась, и она грандиозная. Грандиозность этой стоит в чем? Как раньше изучали мозг. Знаете, берут электро такую штуку, вскрывают вам эту коробочку и дыкают. А вы говорите, что у вас там зачесалось? И все нормально. Пенфилд, почитайте, все раз описывает. И дальше создавали карту. Карту мозга, в зависимости от... Ну, я сейчас иронизирую, потому что там ряд методов был, можно было инсульты, все одинаковые пережили, перестали разговаривать, их всех вскрыли и поняли, что в одном месте случилась сосудистая катастрофа. Прекрасно, это место отвечает за речь. Ну, есть способы, так сказать, изучить. Вот. И... Ну, это был совершенно, как бы, примитивный способ. То, что... И мы все время думали, что вот в каждой части коры что-то спрятано. Ну, вот здесь спрятано это. И дальше родились вот эти идиотские мифы, что наша... Память хранит все. Все. И что бы ни было, все храни. Нет. Вообще мало чего хранит. Хреновая память, честно говоря. Ну, даже я бы вообще просто не захотелось по этому поводу. Вот. И она вообще ничего не помнит. Она вообще только помнит, что она должна помнить. У нее вот такая есть специфическая функция клеток гипотекампа, которые помнят, что они должны помнить. Я встречаю кого-нибудь и думаю, так, должен помнить. Бам-бам-бам-бам-бам. И тут, ааа, в школе учились, там, и все, там, и пятый, и десятый, в соседнем подъезде жили. Вот. Значит, и это все я собираю вспоминать. Я их как бы воссоздаю всегда заново. А мы вот думали, что там в каких-то частях что-то прячется, и вот это все мы сейчас расшифруем, вот это создадим карту, и будем знать, и потом сюда надавим, и все пройдет, а сюда надавим, и все начнется. Вообще не работает так. И по мере, ну, как бы сказать, структурирования этих областей мозга возникают разные режимы работы, разные состояния, в которые он переходит. Если вы представите себе мозг как вот сервер, ну, некое такое железо, да, вот, которое определенным образом запрограммировано для того, чтобы, ну, осуществлять какую-то работу. Вот хитрость этого сервера состоит в том, что он постоянно меняет, способы сборки. То есть, если ему нужно, например, заниматься восприятием информации, он как бы включает другой тумблер, переключается на сеть, на центральную испанческую сеть, включая отдел, учитывая входящий, и начинает заниматься обработкой информации. Что такое обработка информации? Я калиблю воздух, да, вам этот воздух попадает в уши, да, и дальше вы из этого воздуха странным образом вычленяете слова, если мы позовем китайца, то он скажет, что происходит, что я пою тут. Ну, он же ни одного слова не сможет выделить. Вы, а вы слышите слова, я не говорю слов, я пою, аля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, понимаете? Нету слов, но вы их выделяете. Почему? Потому что у вас есть способ идентификации соответствующих интеллектуальных объектов. и вот чем вы занимаетесь, вы подбираете как бы коды, уже у вас имеющиеся для расшифровки того, что вы получаете из информации, из внешней среды. Вы смотрите ленту в инстаграме, у вас есть коды, как выглядит собака, как выглядит бандива, как выглядит бентли, яхта, и у вас сразу и коды, они у вас сразу много значат. Бэтли круто, яхта ух, или что там, не знаю, но какие-то есть. И расшифровывает, да, вот он, совершенно, а потом раз, мы выключаем этот тумблер, переключаем, и он перестает потреблять информацию. Вот вы меня сейчас слушаете, стараетесь, может быть, и какое-то время слушаете, а потом думаете, так, а что же, почему, потому что у вас тумблер переключился, и вы, значит, этим сервером сейчас пытались идентифицировать информацию, которую вам сообщают, а с другой стороны, значит, у вас включилась дефолт системы мозга, и вы стали вспоминать, что у вас там вас беспокоит, жизненные ваши какие-то перипетии, значит, кому вы что задолжали, кто вам что должен, вот, и вообще, почему все так, где справедливость, это все другое, да, а сейчас кто-нибудь, сейчас фонтаны включат, тут здесь такой фонтаны включают, когда полчаса, и все-таки, сделают так, значит, а потом, а, фонтаны, это, ну, айси, все же, все, и вы, вот, этот сервер переключается в разные режимы, и производит работу с тем, что мы называем информацией, хотя это никакая не информация, это просто связь нервных клеток одной с другой, которые создают паттерны, которые самогенерируются, и вот об этом нам рассказывают скоро гетерохимические теории, но не важно. Вот, значит, почему я сюда зашел, значит, да, я вам рассказывал, значит, что мы поняли сейчас, что он работает в этих разных режимах, значит, мы поняли, каким образом он собирает, как бы сказать, мысль, мы поняли, в каком отношении находится мышление как таковое и сознательная деятельность, то есть мы получили целый набор данных, который позволяет сделать первичную сборку вот этого инструмента, из которого рождается все. Мы ее можем потом еще совершенствовать за счет будущей революции, научно-биологических, или как их правильно назвать. Да, значит, и мы получили сборку, мы понимаем, как мы должны описывать мозг, который работает с окружающей действительностью. все, что мы имеем дело, это окружающая действительность. Наука говорит нам о окружающей действительности, культура с окружающей действительностью, социальные отношения с окружающей действительностью и так далее. И мы получили некий способ непротиворечиво, не потому, что мы идем из разных концов, здесь вот пошли от Авраама, Исаака, Адама и Евы, здесь пошли, значит, от цихлиды, как рептилии, из консервантной капли, вот, они все сюда, значит, это пошли, откуда, там, Горбовой тоже имеет мнение, ну, все идут же отходят со своими конструкциями, да, и все вот, как бы, идут сюда и приходят в никуда. Сейчас за счет вот того, что мы получили новые знания о нейрофизиологии, мы, получается, понимаем, как начать идти изнутри человека, потому, что его мозг так структурирует информацию, и что мы в связи с этим должны думать о том, как организуется научное знание, то, как организуются общественные деятельности, социальные отношения и коллективы, то, каким образом работают бизнес и прочие индустрии, то есть мы можем идти не увидев некое следствие и по нему пытаясь доказать, ну, как бы, вот, чем доказывается существование Бога? Я, ну, у меня есть доказательства 100%, что вы, не знаете, религиозным чувством, ну, правда, я чувствую религиозные чувства, есть Бог, есть, я же чувствую, правильно, доказательства улавливаете, вот, значит, от этих следствий, с которыми мы имеем дело, можно иметь все, что угодно, понимаете, а мы можем показать, что всякое чувство родится, неважно, вы потом можете его как угодно назвать, религиозным, патистическим или еще что-то, неважно, в каком контексте вы окажетесь, вот, значит, соответственно, идея методологии мышления состоит в том, что мы, зная, как работает, ну, на том уровне, на котором мы сейчас знаем, как работает мозг, как он организует информацию, как он строит свое представление о мире, мы можем получить универсальный такой язык, позволяющий описывать самые сложные процессы, и описывать их непротиворечиво, это не значит, что вы будете всегда получать окончательные ответы, потому что реальность, она от нас скрыта, и всегда останется таковой, и дальше вопрос только, конечно, эффективности тех моделей, которые мы используем, этих сборов, которые мы производим, но если вы их производите, основываясь на реальных данных о том, как мозг это делает, то о чем бы вы ни говорили, какой бы вопрос вы ни решали, вы сможете структурировать его непротиворечиво, вы сможете сделать его продуктивной, этой модель, для решения соответствующих задач, вот, значит, это основная идея методологии мышления, не знаю, насколько я понятно ее объяснил, вот, и сейчас тогда три слова, собственно говоря, про книгу мышления, значит, сначала она состоит из первой книжки, называется «Методология мышления черновик», в этой книге я рассказываю, каким образом можно в принципе структурировать понятийный аппарат для того, чтобы он отражал фактическую, то, как фактически работает мозг на том уровне, на котором мы сейчас представляем, то есть мы получаем некий инструментарий, который позволяет собирать знания о мире, я подчеркиваю, что вы все время имеете дело не с миром, а со своим знанием о мире, потому что с миром иметь дело невозможно, ну, то есть вы можете иметь в виде неких очень примитивных раздражителей, это знание о мире, но вы понимаете, что это очень слабое знание, да, если нам нужно сильное знание, нам нужна мощная модель, которая способна учитывать огромное количество элементов ситуации, и вы всегда имеете дело со своими знаниями о мире, значит, пентагогия мышления позволяет использовать язык, который позволяет структурировать ваши знания о мире в каждой конкретной области, которой вы занимаетесь, наукой, общественной деятельностью и так далее. Вторая книга, который, ну, второе исследование, которое составляет эту книгу, называется «Что такое мышление? Соображение?». Значит, после того, как я описал этот аппарат, мне показалось важным продемонстрировать процесс формирования мышления в нас. Значит, мышление в нас формируется. Если вы думаете, что ребенок, который родился и говорит агу-агу-мысет, вот, вы, так же, как Эйнштейн, вы, наверное, ошибаетесь. То есть, происходит некий процесс от агу-агу до е равно мц квадрата. Значит, вот этот процесс нейрофизиологический. Понятно, что он происходит только в культуре, только при обучении языку, только при получении соответствующего опыта, знания, и так далее, и так далее, но это процесс последовательный, который перетекает, проходит соответствующие фазы. Каждая из этих фаз, она очень интересна, потому что мы имеем ее, как бы, на каждом следующем уровне, эти фазы дают, как бы, дополнительные измерения и позволяют видеть объем нашего мышления. Вот, поэтому последовательно в книге «Что такое мышление в исследовании?» движемся через эти возрастные фазы к тому, как у нас формируется мышление, которое, вот можно сказать, лучшее, ну, то есть созревшее, насколько оно может. В третьей книге «Пространство мышления», третьей, первой, третьей «Пространство мышления», после того, как мы дошли до туда, где «Пространство мышления» у нас сформировано, мы смотрим, каким образом в «Пространстве мышления» создаются карты реальности. Мы смотрим, каким образом мозг занимается тем, что он создает свое знание о мире. Какова механика создания этого знания? Если вы думаете, что он спонтанно возникает, не думайте. У всего есть механика. И вот, то, что мы стали что-то, о чем-то думать так-то, произошло по причине, что была соответствующая использована механика. И четвертая книга, четвертое исследование в рамках этой работы, что такое реальность? Вопрос абсурдный, потому что на него нельзя ответить. Само по себе задавание вопроса, что такое реальность, приводит нас к ситуации, что мы не можем на него ответить. Вы можете, может, тут есть я, может, как это, как это, когда говорят, напрасно не навожу, вот, значит, такой-то странный синоним нашел. Мы не знаем, что такое реальность, потому что мы всегда имеем дело со своими знаниями о реальности. Вы всегда что-то знаете о человеке. Этот человек всегда сложнее, чем то, что вы о нем знаете. Вы имеете собственное представление о себе и думаете, что вы знаете себя. Но, поверьте, это просто иллюзия. Вы себя не знаете и, возможно, сюрпризы. Да? Люди постарше, они знают, они с сюрпризами это все в порядке, они их уже посмотрели. По молодости кажется, что все понятно и сюрпризов не будет. Будет. Да, поэтому, значит, да, соответственно, мы не знаем, что такое реальность, и ответить на этот вопрос невозможно. Но задаваясь этим вопросом, можно получить огромное количество результатов, как это не парадоксально, которые позволяют понять, что мы должны учитывать, когда мы встроим свои представления реальности. И вот это такой путь, это исследование от книжки к книжке, от главе к главе в рамках книги мышления. Когда вы сначала получаете понятийный аппарат, который позволяет схватывать содержание, после этого вы видите, как мышление развивается в его антогенезе, то есть, как оно у нас формируется, выходит на это высшая своя плата в пространство мышления, дальше вы смотрите, как в пространстве мышления собираются интеллектуальные объекты, дальше в конце, в четвертой вы видите относительно чего собираются эти интеллектуальные объекты, что вы должны учитывать для того, чтобы интеллектуальные объекты, То есть, ваше представление о реальности было максимально эффективным с точки зрения модели. Вы понимаете, почему я удивился, зачем вы сюда пришли? Да? Потому что мне странно, что кому-то, может быть, это интересно. Но я вам должен сказать, что это же действительно исследование, потому что я последовательно проводил семинары в высшей школе методологии, где все эти вопросы обсуждались, потому что, как вы понимаете, любая интеллектуальная деятельность возможна только в том случае, если вы наталкиваетесь на препятствие, испытываете сопротивление и видите некое непонимание, и обнаруживаете в себе недостаток знания. И, соответственно, мы это все сформировали. Но я вам должен сказать, что мы же сделали проект Академии Смыслов, мы его сделали же не просто так. Мы его сделали для того, чтобы лучше понимать вот это, как это ни парадоксально. Почему? Потому что «Красная таблетка», «Черстоки разума», «Троица» – это три последовательных шага личных. Эти книги написаны лично для конкретных людей, это не теория, которые могут посмотреть и сказать, «О, смотрите, оказывается, есть мой мозг, оказывается, он принимает решения, оказывается, у него есть такие-то настройки, оказывается, у него есть такие фактические потребности, оказывается, он так ими пользуется, а я имею в этом пункту свое мнение, которое может быть ошибочным». Это хорошо сбивает спесь с нашего представления о том, что мы, цари мира сего, я сейчас процитирую, сейчас точно я справлюсь, «Все люди как люди, а я суперзвезда». Вот, да, значит, все же, это же, все поют эту песню? Улавливаете? Подвох-то в чем, да? Все же ходят, поют, да? Вот, да, значит, соответственно, убрать эту спесь. Значит, если суперзвезда, то вот, значит, все они суперзвезды, и, в общем, в целом мы уже обнулились, как бы сказать, и можем опять слонцетненько начинать рост. Значит, а я что-то там гудитель, мне кажется. Да, значит, что я рассказал вам, что, да, это нужна красная таблетка. Чертоги разума нужны для того, чтобы мы поняли очень странную вещь. Ее действительно нужно прочувствовать. В вас думает некий агрегат. Этот агрегат создавался на протяжении определенного периода времени. Кто вчера был на лекции, я показывал вот исследование интересное, где математическая модель простраивает, как постепенно мозг с 7-летнего до 25-летнего возраста агрегирует зоны, которые в конечном итоге составляют структуру дефолт-системы мозга, в которой живут эти наши невидимые объекты, другие иллюзии, в которых живут наши теории, абстрактные знания и так далее, и так далее, и так далее. И это живет без вашего участия. Мысли, которые вы озвучиваете, это дождь. Все-таки Лев Семенович Выгодский сказал об этом достаточно рано, что облака мысли, гонимые ветрами мотивов, проливаются дождем слов. Значит, вот эти облака мысли, они функционируют без вашего участия, а все, что Вы высказываете, есть только дождь из них исходящий. То есть, Ваше любое сознательное действие и так далее является уже последствием неких облаков. То есть, сначала эти мысли в Вас возревают. Алексей Викторович Ухтопский очень красиво рассказал, как эти доминанты формируются, как они набирают свою мощь, как они ведут друг к другу конкуренцию, потом какая-то из них побеждает. И после этого у Вас есть мысль, которую Вы слышите, которую Вы озвучиваете, но весь этот процесс идет без вашего участия. Только в тот момент, когда мы поймем, что думает наш мозг, и мы дадим им, научим его не сбиваться. Вот знаете, вот кто-нибудь обучится какому-нибудь теннису хорошо играть или в какой-нибудь еще, или на велосипеде хорошо играть. А потом Вы его скажите ему, а как ты это делаешь? Ну, и он должен будет это делать и рассказывать, ну, я тут... Как Вы думаете, эффективность его... Что с ним случится? Он будет падать с велосипеда, мазать мимо, значит, мяча, и, в общем, начнем все это делать совершенно криво, да? Почему? Потому что когда сознание вмешивается в некий процесс, который обеспечивается деятельностью мозга и соответствующих настроек, оно сбивает просто. Это как... Это знаете, как этот... Вот этот вот, интерференция-то как происходит. Реинсуляционные решетки. Почему наблюдатель портит дело? Он портит дело, потому что он же коллапс вызывает полновые функции, потому что, чтобы увидеть, надо обменяться энергией, хотя бы квант света должен как бы осуществить нечто, да? И Вы сразу все коллапсируете, и там была интерференция, превратилась в бум. Ну, вот. Но почему вы вмешались в процесс? Наблюдатель — это не какой-то Господь-Бог, который что-то видит и не общается с помощью физических взаимодействий. Наблюдатель — это тот, кто обменивается энергией, ну, света, например, с источником, который он коллапсирует. Поэтому, да, и наше сознание начинает вмешиваться в нашу интеллектуальную деятельность. Мы совершаем кучу всяких разных ошибок. Но каким образом настроить свой север, чтобы он работал сам, когда вы сознанием в нем не копалышитесь, возникает вопрос. И вот этот навык, собственно говоря, тренируется на чертогах разума. И что такое троица? Это вообще, как бы, сказать, очень важная вещь. Потому что мы с вами собираем интеллектуальные объекты, и я об этом не рассказываю здесь, потому что здесь рассказываю про вообще как структурируется знание как таковое. Но мы же с вами разные, как бы, создатели знаний. Кто-то из нас создает знания так, кто-то... Ну, вы же можете представить простую вещь, да? У кого-то технический склад ума, да? И он все технически мыслит. А у кого-то художественное, у него все в образ. Понятно же, да? Ну, это вам очевидно, что если там придет кто-то, и это выскажет. Ну, понятно. Певица. Ну вот. Да, значит, соответственно, это понятно. Но есть у нас есть разные настройки. Это уже не имеет отношения к методологии, ну, и к психике. Одни шизофреники, другие кто-нибудь еще. Настройки. Ну, разные. С тема пошла. Ну вот. Значит, соответственно, есть три разные способы сборки интеллектуальных объектов. И вообще то знание, с которым мы имеем дело, оно собирается людьми, которые используют разные стратегии. И если вы хотите это знание целиком видеть, мы же все время имеем дело с результатом работы других людей. Вы смотрите кино, его же вам не аист принес. Там люди работали, они его сделали. Когда вы читаете научную теорию, ее тоже не аист принес. Там сидели люди, они ее как-то собирали. Да? Когда вы... Когда вы выполняете ритуал, женитесь, разводитесь и так далее. Вы что, думаете, что вы свои действия совершаете какие-то? Нет. Это кто-то придумал такую традицию, ввел ее, все ее усвоили и дальше воспроизводят. Ну, а как? Да? И это какие-то люди это придумали. Как минимум. Ну, есть еще версия, что это инопланетяны. Но мы ее, предлагаю, не будем сегодня рассматривать. Вот. Да. Значит, соответственно, существуют разные способы. Вот знание, с которым мы имеем дело, оно собрано разными людьми, которые используют разные стратегии. И если вы хотите, чтобы это знание стало вашим, вы должны иметь способность и реконструировать его с этих трех стратегий. То есть, видеть в нем и то, и другое, и третье. Да? И центристский способ сборки, и конструкторский, и рефлекторский. И когда вы сами создаете интеллектуальные объекты, вы должны учитывать возможности, которые перед вами открываются. Потому что, если вы его соберете просто как конструктор в рамках причинно-следственных связей, то, скорее всего, это ваш утонет. У меня есть рассказ про Семен Семеновича, что он построил идеальный самолет, все равно был хороший, прекрасный, замечательный, просто, но не летал. Проблема, слышу, он не указал, какого металла делать, а изготовить и сделать с чугуна. Понимаете? Вот.